Всех категорически приветствую! Марат Ангарыч! Добрый день! Добрый день! А о чем сегодня поговорим? А о чем уже еще? Отлично! Представлю Марата. Это, как вы видите, человек заслуженный в русской бане, обладатель многих наград, медалей, дипломов, судья и просто мощный человечище. И не просто знаток русской бани, но еще и человек, который пишет книги о русской бане, которой пользуются все, кто занимается серьезно русской баней. И сегодня о книгах мы поговорим. Первая книга, вторая книга и третья книга. Первый вопрос, что сподвигло к тебе к написанию книг в то время, когда все смотрят видео? На самом деле идея пришла с того, что это банальная история. В свое время я отцу обещал написать книгу. В 2017 году так получилось, что его не стало. И в течение полугода с момента его ухода я написал небольшую брошюрку в виде вот этой первой книжки, в котором изложил небольшое представление о том, что было относительно знаний относительно бани. Я его изложил и решил выпустить. И здесь она на первой странице, как раз память об отце. Отец тоже занимался банями, в том числе, а дед занимался банями. Вот, параллельно тому, что он обучался еще в школе. Вот, и как раз вот идея создания первой книги вошла из вот этого обязательства. Потом она очень быстро раскупилась, и так получилось, что люди попросили или пожелали написать что-то еще более плотное, более мощное. И появилось желание продолжить это действие в виде остальных книжек. То есть на данный момент имеется три книжки. Первая книга это для любителей бани, те, кто ходят в баню. Вторая книга была выпущена чуть позже, она содержит первую книгу, плюс информацию для пармастеров. То есть как парить, чем парить, для чего парить, и чтобы человек получил удовольствие. И третья книга, которая вышла в этом году, она для тех, кто занимается бани в плане инвестирования и управления. То есть я сам прошел весь этот путь. От истопника, от банщика, от массажиста до управляющего банным комплексом. То есть вот эти три книги как раз рассказывают вот такой какой-то банный путь. На самом деле сейчас готовится к изданию четвертая книга, которая будет называться «Кудесная банная энциклопедия», которая будет дополнена определенным опытом из европейской культуры, из ряда общественных бань. Ну и дополнит вот эту достаточно объемную книжку. Марат, многие знают тебя по позывному «Банный кудесник». Почему так ты решил назвать себя в банном мире? На самом деле, когда я начал заниматься банями, первым моим учителем был Петров Николаевич, я к нему ездил. И он мне посоветовал следующим этапом пойти к Ляхову Василию Сергеевичу. То есть вот два этих путей и надо было выбрать какое-то название для себя, чтобы двигаться, чтобы продвигать. Мне понравилось вот это название «Банный кудесник». И первый раз, как скажем, опубликовал данный термин и начали там достаточно положительные отзывы. Но, как оказалось, что Василий Сергеевич Ляхов тоже хотел иметь именно такой же банный кудесник. Мы с ним об этом поговорили и он любезно мне уступил это название. Можешь ли ты рекомендовать всем людям, которые хотят связать себя с бани, именно не просто как домашнего банщика, а человека, который занимается это на коммерческой основе, себе делать какие-то яркие, мощные, позывные? На самом деле, да. То есть это, во-первых, запоминается, во-вторых, это хорошая реклама. И, в-третьих, в моем понимании, что все-таки имя собственное в виде фамилии, имени, отчества стандартного, это так как-то более заурядно. Да, а здесь получается, ну, какой-то, ну, так скажем, титул, не титул, но, по крайней мере, то, к чему надо стремиться. Да, если ты уж назвался кудесником, то твори. Вот, примерно вот то же самое происходит и в бане. Да, это не всегда какое-то классическое парение, это происходит с момента переступания порога парной. Начинаются там какие-то кудеса, чудеса, и непонятно, что происходит, но человеку нравится. Давай поговорим про книги. Первая книга для любителей, то есть для человека, который просто вот хочет с чего-то начать, так? Да, вот эта книга, она, это второе издание, то есть это книга для того, кто любит ходить в баню. То есть как ходить, с чем ходить, что можно пить, что можно есть, какие цели посещения этой бани. То есть это книга для тех, кто хочет именно получить удовольствие от посещения бани и оздоровиться. Она так и называется, «Оздоровление в удовольствии», вот, «Искусство банного парения». Вот человек, который решил пойти в баню, в любом случае там смотрит какую-то литературу, да, вот, какими вениками парится, какие травы на что влияют. То есть это основы, которые минимальны для похода просто в баню. И может воспользоваться любой человек, который не знает особо каких-то тонкостей, просто захотел пойти в баню. Он может взять, посчитать и подчеркнуть для себя какую-то информацию. Книга называется «Оздоровление в удовольствии». Скажи, пожалуйста, у нас есть еще один замечательный автор, Ляхов Владимир. Владимир, вы как-то пересекаетесь, к какому-то общему консенсусу приходите? Или наоборот, в раздорах? Он говорит одно, ты говоришь другое. Как у вас происходит общение? Потому что у нас на самом деле авторов книг по бане, но вот по пальцам правой руки калеки, у которого не хватает одного из пальцев, можно пересчитать. Что у вас в литературоведческом банном мире происходит? Ну, на самом деле, Ляхов Владимир, который, не помню, как его отчество, глубоко уважаемый человек, который очень технично и далеко заходит в такое влияние температуры на то, что происходит в организме. То есть, с этой точки зрения он глубоко в этом. И я абсолютно не конкурирую, ни каким-то образом не противоречиваю его теории. Наоборот, то, что даже здесь, в этой книге, есть его таблица, которую я использую. Я считаю, что она абсолютно правильная. И то, что человек делает, это человек, который измеряет это все приборами, пробирует. И единственный спор, который у нас возник с Владимиром в свое время, это первый источник названия «оздоровление удовольствия». То есть, с его точки зрения, там был какой-то автор, который до этого уже этот термин использовал. Я не помню, кто это, но вот в этом только разошлись. А в остальном, у него есть эта книга, он с удовольствием ее прочитал, сказал, что он достойный экземпляр. Я сейчас пытаюсь найти эту таблицу. Это тем, кто в ванном мире, она известна. Это таблица, наверное, про баню и сауну. Но какие режимы есть, правильно мы про это говорим? Сейчас я пока найти не могу. Наверное, больше опыта. Я вначале забыла. И помимо этой книги, существуют еще две книги. Уже одна для более продвинутых банщиков, которая называется «Оздоровление через удовольствие». Да, на самом деле, вот этой книгой я просто сдержал свои обещания перед отцом и выпустил вот эту книгу. Она издавалась буквально без какого-либо опыта издания. Это была первая в жизни книга. И может быть, она для кого-то покажется такой достаточно простой. Но она сделана и написана очень доступным и легким языком. И в следующей же книге, вторая для фармастеров и третья для управляющих и инвесторов, она сделана более осознанно. Скорее всего, вот в этой книге. Сейчас. Я уже просто одну очень интересную картинку классную нашел. Хочу ее показать. Да, наверное, в этой... Сейчас, секунду. Ладно, пока найти не могу. Но, посмотрите. Тут даже нарисовано, как правильно класть камни. Я вот согласен с этой таблицей, когда ты вот, таблица рисунков, когда ты камни ставишь вот так вот, а не кладешь вот так, чтобы вода максимальную площадь орошала у камней. То есть, серьезная книга. Кстати, в руках держать приятно. Материал отличный. Качество на высоте. Где их можно приобрести? Данная книга продается на Азоне в свободном доступе. Правда, не стоит там в 2-3 раза дороже. Ну, чем у меня? Чем у меня? Тогда ссылка на Марата будет снизу. Обязательно вы могли обратиться. Вот знаменитая таблица. Многие знают, что я путешествую по России, провожу какие-то обучения среди продавцов. И всегда использую вот эти таблицы, потому что продавцы в магазинах, у многих даже бани нет. Чтобы было понятно, что такое бани, есть отличнейшая таблица. Классная. В чем разница между сауной, баней, спортивным парением, режимом банной. Ну, что сказать. Классно. И третья книга. Третья книга вышла в этом году. Эта книга содержит первые 2 книги в 1-3 части, чуть-чуть преобразованных, уже в новом издании. И дополняется двумя... Можно одну большую купить, а не две маленьких. Да. И вообще... В нем есть информация для управляющих, администраторов и инвесторов. И тех, кто любит открыть готовый бизнес в варианте франшизы. На 2022 год это вообще самая-самая тема, потому что банные комплексы, они растут прямо как грибы. Потому что ситуация такая в стране, что ты не можешь инвестировать куда-то за границу, а бизнесы в России, они конечные. Те, которые прибыль приносят с одной стороны, с другой стороны. Если у тебя нет мохнатой руки, которая тебе... Лапа такой, лапища мохнатая. Которая тебе дает возможность какие-то полезные ископаемые тянуть, ренту с них получать. То люди, у которых есть деньги, открывают банные комплексы. Я просто в теме и вижу, сегодня было поле, а завтра тут банный комплекс, тут банный комплекс, тут банный комплекс. И у людей просто не хватает знаний, у коммерсантов, как это все делать. Поэтому один из вариантов... И самое главное, что бывают такие моменты, когда у людей, даже если есть та самая мохнатая рука, они построят классный комплекс, топовый, технологичный, по видению современного мира. И они не знают, что с этим делать. То есть эти банные комплексы стоят просто как обычные сауны и каким-то образом существуют. Есть такая теория, что 80% задач управляющего инвестора именно продать этот комплекс, а 20% всего лишь построить. То есть построить это не проблема, а затащить туда правильными процедурами, правильным маркетингом людей, чтобы люди ходили, люди постоянно ходили. И этот поток рос, это основная задача управляющего и владельца бизнеса. Вот как раз в банной сфере очень много банщиков, которые растут в плане банщик, администратор и так далее. Истопник, банщик, администратор и уже раз свой комплекс. Управляющих, которые прям толковые и могут и знают, что с этим делать достаточно, можно то же самое пальцами пересчитать. Либо это люди, которые перешли из другого бизнеса в банную сферу. Вот у меня был примерно такой же. Я 15 лет был руководителем отдела продаж, спортмастер и снежной королеве. То есть у меня опыт розничных продаж достаточно большой. А баня была чуть-чуть дополнением. Потом уже это все поменялось и баня стала основным источником дохода. И вот тот опыт розничных продаж, он остался здесь. То есть вот этот, как раз эта книга построена именно на этом опыте. Книг называется «Искусство банного управления». У меня сразу тогда к тебе пара вопросов. Прямо к сходу. Проходит раз или два раза в год специальное мероприятие у вас, у тех, кто занимается банными комплексами. Там, где собираются все владельцы банных комплексов, выступают. Я ни на одном не был, потому что это такой прям бизнес-тренинг, это не совсем мое. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Если человек хочет открыть банный комплекс, ему следует сразу с этими крутыми бизнесменами, банными вступать в общение? Стоит ли приезжать на эти семинары? Как они называются? Или все-таки лучше, как бы это какой-то между собой такой? Что это такое? Как называется? На данный момент, наверное, скажу таким образом, что любая информация, которая сейчас возникает в банном мире, и если эта информация новая, она стоит того, чтобы ее оттуда выхватить и применить в своей практике. Ну, какой бы ни был форум, да, там был сначала Мир Бани, Баня Ворд, еще что-то. Баня Ворд. Да, сейчас там вот в Лачи какой-то форум организуется, форум пар в Сочи, да. То есть, по большому счету, это такой общий знаменатель, общий какой-то итог информации. Это один и тот же организатор, или это много организаторов? Нет, разные организаторы, и даже порой они между собой очень сильно конкурируют, хотя я не понимаю, почему. То есть, Мир Бани и форум пар в свое время были как едины. Мы же в коммунистическом обществе живем. Суть в том, что даже обладая какой-то информацией, обладая, я не знаю, настольной такой книгой, либо какой-то любой информацией, бывает так, что человеку сложно переступить и подстроить под себя этот бизнес. В любом случае, нужен какой-то профессиональный наставник, именно конкретный, именно в этой области, который на конкретном объекте подскажет что-то делать. И это очень даст большой-большой плюс в плане развития. Так, то есть, у нас есть какой-то звериный оскал капитализма, но благодаря людям, которые далеко в теме, человек глубоко в теме, человек, который далеко от этой темы, может получить себе информацию. Скажи, пожалуйста, какие вот просто типичные ошибки может допустить новичок банного бизнеса, который построил себе в бане такой, но сейчас я дам рекламу во ВКонтакте, или там не знаю как, ко мне пойдет поток людей, и я буду зарабатывать, как приятным делом занимаюсь. Убереги. Самое первое, самое основное то, что есть, это происходит таким образом, что надо вот на начале идеи становления какого-то банного комплекса задать себе вопрос, что ты делаешь? Это либо баня для души, либо это баня для того, чтобы это приносило денег. Это две абсолютно разные пути. Такого, чтобы было одно с другим, ну уж пересекается очень достаточно сложно и нечасто. То есть, во-первых, это вот это. Второй момент, то, что если ты решил заняться этим делом, на самом деле даже на простом примере, когда я издавал эту книгу, мой, так скажем, редактор, я ему отправлял информацию. И на первых строках у меня было везде, если ты не знаешь, как этим заниматься, не начинай банный бизнес. Там были какие-то все время вещи, которые предотвращают человека заняться банным бизнесом. Потому как есть очень большое количество бизнесов, которые гораздо более рентабельные, простые и не требуют такого труда, да. Но если ты решил заняться этим бизнесом, ты должен быть глубоко в этой теме. Ты должен сам уметь парить, сам участвовать в чемпионатах организовывать. Только тогда, на мой взгляд, этот бизнес будет приносить, во-первых, удовольствие, во-вторых, деньги, во-третьих, ну, какое-то развитие. Да, тоже прям конкретный вопрос. А вот смотрят меня, я точно знаю, владельцы банных комплексов. Вот по твоему мнению, какие способы самые оптимальные в 2022 году по привлечению денежных клиентов? Ну, на самом деле, это не только в 2022 году. То есть, это было и до Инстаграма, сейчас Инстаграм не работает. Под ствол. Под ствол, да. Не знаю, что будет дальше. Народ подсел. Суть в том, что, как бы, всегда работал один действенный инструмент. Это сарафан. Визуализация. Нет, видите, я не ванной без визуализации, там фотка красивой в бане. Он говорит, сарафанная. Сарафанная ванная ванная. Да, визуализация работает на, к сожалению, достаточно не тот уровень. То есть, если мы берем уровень средний-средний плюс, работает сарафанная радио. Работает рекомендация того, кто был в этом комплексе. То есть, на данный момент, вот могу сказать, что есть комплексы, которые открылись достаточно недавно под руководством, там, супер-блогеров, супер-профессионалов, общественной бани. Да, то есть, внешняя картинка, внешняя оболочка, она есть. Она рекомендована, там, какими-то артистами привлеченными и все остальное. Но, по сути, в глубине, если затронуть этот банный комплекс, он сыпется изнутри, там, куча каких-то моментов было уже, там, за период полугоднего эксплуатации, да, и всего остального. Но есть комплексы, которые долго строились, которые, в которые вкладывалась душа, в которые вкладывалась технология, и раз за разом, да, их небольшое количество прирастает, но прирастают именно те люди, которые приверженцы этого. И они начинают быть постоянными. То есть, вот, например, комплекс, который находится в Питере, называется Истыль, да, там, Константина Черняевна, был супер-баня, который вот реально своим поведением, своим антуражем, своими программами привлекает и заставляет туда возвращаться. Я рекомендую людям из Москвы поехать туда, чтобы реально попариться. Ну, Константинов в банном бизнесе сколько лет, он, это, голова. Вот, в этом-то и плюс, что есть люди, которые могут что-то подсказать. То есть, если ты в этом деле не разбираешься в этом деле, обратись к тому, что кто-то плюс-минус знает об этом. И за небольшие деньги, которые с никого окупят те ошибки, которые ты можешь совершить, сам на этапе строительства, ты получишь достойный, хороший банный комплекс, который готов дальше развиваться, который будет сам генерить тебе поток. Скажи, пожалуйста, конкретный вопрос. У человека есть банный комплекс, но что-то поток людей небольшой. У него есть 100 тысяч рублей, вот куда ему их деть? Вот на что бы потратить, чтобы привлечь хороших клиентов? На самом деле, надо сделать классный продукт. То есть, по большому счету, это антикризисное управление любым банным комплексом. Что надо сделать? Надо сделать аудит того, что есть. Правильно. Вот это тоже мнение. Аудит персонала, который работает, вообще оборудование, то, что есть. Исходя из этого, уже строить, как и с чем дальше работать. Сначала найти проблему, почему нету клиентуры. То есть, может быть, никто не знает. Может быть, негативные отзывы на Яндекс.Картах про этот банный комплекс. Кому-то не понравилось, и там написано, там, сыро, пар, дрянь. Люди читают, после этого не приезжают. То есть, сначала суть проблемы, а потом уже ее решение. Так что, насколько не выйдет. Есть 100 тысяч, я опущу в этот аппаратик, а он мне на выходе даст прибыли в 200 тысяч. Окей. А скажи, пожалуйста, такой вопрос. А кого бы ты, как человек, который вот в банном мире крутится в управлении? Есть у нас какие-то управляющие, которые на аутсорс берут парные, чтобы разобраться, где там проблема или вообще с нуля тебе? Компуент советуешь? Конечно, это хорошо, но на самом деле очень много людей, которые сейчас занимаются этим направлением, да, и любой более-менее успешный банный комплекс и руководитель этого комплекса с пули своих предложений, он диктует такую вещь, как аудит и попытка развить. То есть, здесь на самом деле все просто. Ты смотришь на тот объект управления, которым занимается этот человек и смотришь, насколько он успешен. если он несет себе плюсы, если там те комплексы, в которых он приложил руку, развиваются, да, не важно, там прошло какое-то время, но в любом случае человек там работал. И если это есть плюсы, то можно этому человеку довериться. сейчас, сейчас вот даже был последний форум, да, мирбани, я там был, я думаю, что каждый, наверное, третий банный комплекс, который там рекламировался, да, потому что, к сожалению, мирбани это стало более коммерческим проектом, да, он предлагает себе там эти самые услуги аудита. те, которые работают полгода, те, кто работают давно, в любом случае это можно найти людей, которые, вот Константин Чернеев, человек, который может по технической части отрекомендовать, что и как правильно построить, да, с точки зрения маркетинга, есть там другие люди, то есть можно даже разбить на направление и в каждом направлении найти человека, который может помочь в том или ином вопросе. Последний вопрос, ради которого мы все сегодня собрались. У человека есть 6 соток, стоит домик, стоит баня, нормальная баня, не куриная и насеста, прям хорошая русская банька. Есть ему смысл взяться за то, чтобы на своем участке развивать коммерческий банный комплекс для семейного парения? Мы находимся в банном комплексе, который я арендовал, он, конечно, чуть-чуть больше, чем 6 соток, но реально используемый. Здесь под баню наверно сотки 4. Вопросы даже меньше. Пожалуйста. Итак, все к Марату, ссылки на его литературу снизу. Ну и что, всем легкого пара, соблюдайте субкультур БОЕ, парьтесь, а не упарывайтесь. Веник в радость вам, а тебе чаек в сладость, клиентов побольше. Спасибо.